Всем привет, друзья! К нам приближаются пасхальные праздники и самое время обзавестись хорошим рецептом кулича. Сегодня мы будем готовить более быстрый вариант без дрожжевого кулича. Он будет на основе творога и процесс приготовления по данному рецепту намного быстрее, чем рецепты с классическим дрожжевым тестом. Поэтому, кто не хочет возиться и тратить целый день на кухне, данный рецепт точно для вас. Кулич получается очень вкусным, также мягким, нежным и, по нашему мнению, не уступает классическим вариантам. Но ссылку на наши дрожжевые куличи, которые мы печем еще по бабушкиному рецепту, мы оставим в описании. Также в данном видео покажем вам процесс приготовления удачной помадки, которая остается мягкой и не крошится при нарезании, а также процесс упаковки и в самом конце разрежем куличик и покажем, какой он внутри. За час до приготовления теста достаем из холодильника все холодные ингредиенты, а это масло, творог и яйца. Делаем это для того, чтобы немного поднялась их температура. Подготавливаем сухофрукты, их можно замочить в теплой воде на пару минут. Удаляем различные примеси, после чего еще раз хорошенько промоем водой. И выложим на салфетку или сухое чистое полотенце для того, чтобы сухофрукты подсохли. Еще раз просматриваем, чтобы ничего лишнего не попалось. Можно использовать сухофрукты, такие как вам нравятся. У нас курага, ее мы немного разрезаем на более мелкие кусочки. Также используем изюм и сушеную клюкву. Тут у нас 150 грамм сухофруктов, больше добавлять не стоит за счет того, что тесто и так тяжелое, а лишние сухофрукты будут давать дополнительный вес и кулич будет плохо подниматься при выпечке. Также добавляем цедру лимона, снимаем только верхний желтый слой. Много не добавляем, достаточно снять вот столько. Начинку отставляем в сторонку и будем приступать к взбиванию масла. Берем 100 грамм масла комнатной температуры и добавляем 150 грамм сахара. Начинаем взбивать на высокой скорости миксера около 2 минут. Далее постепенно вносим яйца. У нас в рецепте 3 яйца в категории С1. Вносим одно, взбиваем немного и вносим второе яйцо и опять взбиваем. И далее добавим последнее третье яйцо. Если будем брать продукты из холодильника, то масса на данном моменте начнет расслаиваться, поэтому лучше все же, чтобы они до момента взбивания немного постояли при комнатной температуре, чтобы продукты не были сильно холодными. Теперь всю массу с яйцами нужно немного взбить до объединения. На это уйдет не более 2 минут. Сейчас добавляем творог. Лучше брать более мягкий или перетертый. Если использовать зерновой, тогда его нужно пробить блендером или перетереть через сито. Творог также должен быть не из холодильника. И хорошенько вымешиваем миксером. Мы уже отмерили 160 грамм муки и просеяли ее через сито. Теперь берем 1 чайную ложку разрыхлителя. Это получается 4,5 грамма. И 1 четвертую чайной ложки соды. Это 1 грамм. Кстати, весь рецепт также будет продублирован в описании под роликом. Буквально 1-2 столовые ложки муки из этого количества добавляем в сухофрукты. Это делаем для того, чтобы в процессе выпечки было лучшее сцепление сухофруктов с тестом. И они не оседали на дно. Оставшуюся муку добавляем в емкость к основной массе ингредиентов. И перемешиваем буквально секунд 10. Долго вымешивать не нужно. Добавляем сухофрукты и еще раз перемешиваем. Домешать тестом можно лопаткой, чтобы снять со стенок налипшие ингредиенты. Духовка к данному моменту почти нагрелась до 170 градусов. Данный рецепт идеально подходит для двух форм диаметром 9 см. Но мы ради эксперимента решили выпечь еще дополнительно в форме на 11 см. И посмотреть, как данное тесто будет пропекаться в форме побольше. Очень крупные формы не рекомендуем использовать, так как тесто будет плохо пропекаться и подниматься будет ему тяжело. Если вы не знаете, насколько высоко будет подниматься кулич при выпечке. И чтобы избежать грибочка, дополнительно в высоту добавляем пергаментную бумагу. Просто вставляем внутрь формы, тем самым увеличивая ее высоту. Такой же метод можно использовать и в дрожжевых куличах, так как там очень легко получить грибок при выпечке. Начинаем укладывать тесто ложкой. В форму на 11 см положили 550 г теста. И это получается примерно 3 четвертые от коричневой формы. В форму на 9 см выкладываем остатки теста, а это 290 г. И ставим выпекать в заранее разогретую духовку до 170 градусов. Так как данное тесто тяжелое, оно будет выпекаться долго, потребуется около часа. На выпечку маленького кулича ушло 50 минут. Готовность начинаем проверять еще в духовке. Если палочка сухая, без налипшего теста, значит кулич готов. За счет того, что в составе имеется творог и тесто тяжелое, сильно подниматься куличи не будут. Поэтому тесто спокойно можно класть побольше. Оставляем так на столе до полного остывания, а большой кулич выпекался 1 час. Также проверили готовность шпажкой, затем достаем из духовки для остывания. Данные куличи, как уже говорили, сильно не выросли. И лучше все же было бы выпекать их в двух маленьких формах на 9 см. Хочется все же, чтобы они были повыше. Да и в разрезе, который покажем чуть позже, маленький кулич понравился нам больше по своей структуре. Поэтому, если есть возможность, купите формочки поменьше. И пока куличи горячие, они мягкие. Если начнем прямо сейчас раскрывать, то они могут деформироваться. Поэтому оставляем так полностью остыть. После чего аккуратно достаем из формы и посмотрим, что получилось внутри. Наличие трещины на верхней поверхности кексового кулича, это нормально. В маленький куличик почему-то попало мало сухофруктов. Так как было достаточно много налипшего теста без сухофруктов на стенках емкости. Не обратили на это даже внимания и все это тесто положили в маленькую форму. А чуть позже покажем, какой внутри будет кулич побольше. Для второго кулича приготовим помадку и затем украсим. Ее мы готовим на желатине. Она полностью не высыхает внутри, остается мягкой и при этом не липкой. А при нарезании не отрезкается. Добавляем 1 чайную ложку желатина и 2 столовые ложки воды. Перемешиваем и оставляем для набухания примерно на 15 минут. Посмотрите, сколько потребуется времени для набухания у вашего желатина, так как у различных производителей время может отличаться. По истечении 10 минут набухание желатина в отдельную кастрюльку вносим 180 грамм сахара и 4 столовые ложки воды. Ставим на средний огонь. После закипания пройдет буквально 10 секунд, сахар полностью растворится. Выключаем нагрев и добавляем набухший желатин. Перемешиваем. Хорошо набухший желатин мгновенно растворится в теплой массе. Оставляем так буквально на 5 минут, чтобы сироп немного остыл. Тогда будет легче взбиваться. Можно не ждать и перелить в другую емкость. Так температура сиропа опустится быстрее. После начинаем взбивать сразу на высокой скорости. По мере взбивания масса будет белеть и густеть. По истечении 1 минуты она приобрела вот такую густоту. Но ее еще недостаточно. Продолжаем взбивать далее. Еще по истечении 1 минуты масса еще более загустела. Но она также еще жидковатая. И при нанесении на кулич будет стекать. Еще буквально через секунд 30 глазурь начала наматываться на венчик. И вот такой густоты будет достаточно. На взбивание уходит около 3 минут. Глазурь используем сразу же, иначе она начнет застывать прямо в кастрюльке. Наносим на полностью остывший кулич и размазываем лопаткой или ложкой. Если хотите, чтобы помадка где-то красиво стекала, в это место можно дополнительно еще добавить побольше ее. Украшаем сразу же любым понравившимся вам декором. У нас это сублимированная ягода, бусинки и мезе. Оставляем на столе, чтобы она подсохла. Спустя 30 минут на поверхности начала образовываться тонкая корочка. И глазурь перестала липнуть. В идеале дать ей подсохнуть около часа. А потом можно упаковывать, чтобы кулич сохранил свою свежесть до праздника. Для красоты можно добавить еще вот такую упаковку. Здесь 2 квадрата пергаментной бумаги, которые можно закрепить атласной лентой. И вот такая красота получается. Помадка уже не липкая, и бумага не прилипает к ее поверхности. Дополнительно еще сверху упаковываем в специальные пакеты для куличей. И храним при комнатной температуре до праздника. Данного количества помадки хватит на декорирование трех куличей. Вот такая получается глазурь. Она сверху подсохла, но все же осталась мягкой. Если кулич упаковать в плотный пакет, глазурь и останется мягкой внутри. Сейчас мы его разрежем и покажем, что там внутри. По нашему мнению, сухофруктов достаточно. Если добавить больше, подниматься и так тяжелое тесто будет плохо. Поэтому считаем это оптимальное количество. Кулич получается очень вкусным, ароматным. По своей структуре напоминает кекс. Обязательно разнообразьте своих дрожжевые классические булки вот таким интересным вариантом. Тем более, что процесс приготовления по сравнению с дрожжевыми куличами очень быстрый. Кстати, ссылка на наши дрожжевые куличики также будет в описании под видео. Своими результатами обязательно делитесь в комментариях. Не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. С вами была студия Кондитерская Сестры. До новых встреч в новых роликах! Субтитры сделал DimaTorzok